Девушки отдыхают А главное отсутствие каких-то перспектив не могла скрыть никакая пропаганда Абхазия превратилась в зону замороженного конфликта Некоторые поселения здесь превратились в города-призраки Люди покинули эти места Когда-то в поселке Акармара жили 5000 человек Сейчас он выглядит вот так Да о чем вообще говорить, если от уровня жизни в славной Абхазии Была в шоке даже очаровательная и главное небалованная Вдовушка Моторылы, известная в узких кругах по очень женственному позывному Канистра Если меня спросят, где бы я не хотела оказаться вновь Я бы с уверенностью ответила, что именно в Абхазии Везде срач и разруха Хотите попасть в Припять? Welcome to Абхазия Абхазы на канистру тогда даже обиделись Но Каленкина-то по сути правду сказала Абхазия могла быть курортом без преувеличения мирового уровня Гагры, Питсунда Это если не лучшее, то одни из лучших мест на Черном море Вот только серая зона и полукриминальный анклав не предполагают заход инвесторов Вот почему Отдыхать в сарае Абхазии ездили разве что какие-то пересмотревшие телека граждане России Российские туристы здесь частые гости Война и время не пощадили старую туристическую инфраструктуру Но море и солнце в Абхазии и сейчас остаются такими же манящими, как и раньше Да и те, вернувшись домой, массово снимали блоги из серии «В Абхазию? Да больше не на бой!» Мы были пять дней, слушайте, но я насморялся на самом деле на конфликтные ситуации Они происходили с Поши рядом Понаехали! Между прочим, мы платьем-то с вами понаехали Давай, давай, давай А? Сейчас иди на голову, это фотоаппарат одену Боро, не беси меня, сейчас свой маму голый, б***ь поломай Увидимся Терпила, еб***ь И мы, когда много лет назад делали обзор по таким роликам То прямо отмечали, что в реальности никакой братской любви нет И Абхазы терпят русских только по одной причине После войны с Грузией Кремль ради давления на Тбилиси Принялся хоть как-то финансировать Абхазию То есть подкидывать надбавку к зарплатам бюджетников Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года Ежегодно выделяет безвозмездную помощь этим республикам Собственно, за счет этой надбавки многие местные семьи и выживали кое-как Но в то же время было совершенно очевидно Как только Кремль перестанет платить, Абхазия встанет на уши Более того, они вспомнят русским все обиды Например, вербовку местных мужиков для утилизации в Украине Вербовка и уничтожение цвета абхазской нации Российская Минобороны стала распространять на территории Абхазии Призывающие граждан республики, не имеющих российское гражданство Вступать в ряды российской армии То есть тактика Путина и кампании проста как двери Сначала они берут и загоняют тот или иной регион в экономическую яму Когда кроме как жить на бабушкину пенсию, заработать денег просто негде К сожалению, тема Абхазии, она как-то не обсуждается Она просто вообще никого не интересует Я же вижу, как люди живут там вообще С каким трудом достаются эти деньги тем, кто через границу везет эти мандарины, какие-то фрукты и продают На фоне массового безденежья начинается вербовка Из тех же Абхазов, если что Еще в 2014 году интербригаду под названием «Пятнашка» сформировали «Пятнашка» в строю В ее ряды продолжают пребывать добровольцы, многие из которых из Абхазии Они участвовали во всех главных атаках этой войны Вместе с батальонами «Спарта» и «Сомали» вели бои в Донецком аэропорту Принимали участие во взятии Углегорска и сражениях под Маринкой Так вот, воеваки из этой самой «Пятнашки» и по сей день продолжают удобрять поля от Авдеевки до Курской области Это наша не первая посылка, такая горькая Четыре выходца из Абхазии, погибшие в ходе специальной военной операции на Украине Награждены Георгиевскими крестами первой степени посмертно Ну а семьи таких упырей, получив цинковый приветик из Украины, уже и сами не рады, что вляпались в свое время в русский мир Короче, настал тот чудесный момент, когда как снизу, так и сверху, между, прости господи, братскими народами Наметился не кислый кризис, да такой серьезный, что Путин впервые за много лет не поздравил недореспублику с Днем Независимости О проблемах в российско-абхазском раю все догадывались Точки над «и» были расставлены в конце августа, когда впервые за 16 лет Путин не поздравил оккупированный регион с так называемым Днем Независимости И вот только не надо думать, что бункерный дед просто забыл У него там, если что, специально обученных людей под каждую дату хватает Просто в какой-то момент Абхазия перестала быть нужна России Ею поигрались и бросили Ведь давайте говорить прямо, играть в независимость Абхазии и Кремлю было нужно только для того, чтобы давить на Грузию Ведь, как известно, страны с территориальными спорами ни в НАТО, ни в ЕС за редким исключением не берут Россия активно использовала Абхазию и Южную Осетию как якорь, который не пускал Грузию в НАТО И не позволял вести полноценные переговоры с Европейским Союзом Как аргумент, принуждая Грузию к экономическому сотрудничеству Вот для чего кремлевские пропагандисты много лет подряд подогревали сепаратизм в Абхазии Ездили местным по ушам ужастиками о грузинских фашистах и карателях Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии Тогда это решение было продиктовано общечеловеческими принципами Проще говоря, желанием обеспечить безопасность народов этих двух республик, а может и предотвратить геноцид Геноцид в Абхазии носил не только физический, но и культурный характер Об этом свидетельствуют действия грузинских оккупантов, посягнувших на уничтожение главных свидетельствам Обытности абхазского народа и его права на государственность Фактически это лишение народа, попытка лишения народа исторической памяти Короче, всю эту чушь и по Грузии, и по Украине вы слышали много раз Но все изменилось в тот момент, когда власть уже в Тбилиси захватили лояльные кремлю люди Парламент Грузии сегодня утвердил состав нового кабинета министров Лидер, победивший на выборах коалиции «Грузинская мечта» Бедзин Иванишвили Говоря о будущих отношениях с Москвой, он заявил, что Тбилиси начнет диалог с Россией Для поэтапного преодоления существующего кризиса Путин сделал ставку на местного олигарха и грузинский криминалитет Который давно имел огромные сферы влияния в России Именно с помощью этого рычага волю чудесного грузинского народа По сути, сломали через колено То, что грузинская мечта, это по сути оккупационная партия Нет сомнений ни в одной адекватной стране Додики Иванишвили настолько не палятся, что даже принимают кальки российских законов Парламент Грузии дал окончательный зеленый свет спорному закону об иностранных агентах Критики говорят, что это существенно ограничит свободу слова А также саботирует заявку Грузии на вступление в ЕС С последующим публичным избиением всех недовольных В Тбилиси продолжились акции протестов против закона об иноагентах Полиция применила против собравшихся водометы и слезоточивый газ Несколько местных изданий также сообщают, что силовики использовали резиновые пули То, что они делают, совершенно незаконно Люди мирно протестуют, и вы видите, что они ведут себя незаконно Это все бедзина Иванишвили Собственно, в том числе и поэтому поставлены на паузу чуть ли не все интеграционные проекты с Грузией И страна, непосредственно пострадавшая от российской агрессии к своему стыду и своему позору Буквально на коленках ползет в Таежный Союз Чему страшно рады самые черноротые путинские пропагандисты Мы видим, что действительно Запад, Евросоюз, Америка ополчились на нынешнее грузинское правительство К удивлению многих, заметьте, у властей грузинских оказались тестикулы, так скажем Грузинское руководство, грузинская элита учла уроки 2008 года Она помнит, как Соединенные Штаты их бросили под каток России Что касается Грузии, есть такая старая-старая фраза Что не понял, умом поймет пор этой задницей И естественно, такое положение дел Путина более чем устраивает Ну а раз дела наладились, то продвигать абхазский сепаратизм России больше не надо Че там абхазы получали из России доплаты, да? Ну все, сосите лапу, как говорится, лавочка закрыта С 1 сентября Кремль приостановил социальное финансирование, выделяемое Абхазией Решение ударит по врачам, учителям, сотрудникам силовых структур, пенсионерам и далее по списку бюджетников И да, формально прекращение финансирования Кремль связывает с необходимостью реформирования местного законодательства Мол, Абхазия должна идти на уступки российским инвесторам, ну или около того Это ратификация соглашения о взаимном признании судебных и арбитражных решений Принятие закона о льготах для российских инвесторов И принятие закона об апартаментах, который предполагает снятие ограничений для россиян на рынке коммерческой недвижимости Но давайте говорить прямо, такого рода мелочи можно было решить без демонстративного удара по бюджетникам, тем же пенсионерам и учителям Но Россия поступила именно так А теперь еще и свет Абхазам грозится отключить? Удивительно, правда? На самом деле нет, типичные многоходовочки бункерного стратега В пабликах часто можно встретить мнение, будто напряженность с Москвой вызвана потеплением в отношениях последней с официальным Тбилисием В самом Тбилиси, где возвращение оккупированных территорий является гвоздем предвыборной кампании правящей партии По этому поводу не многословно, что только подогревает выгодное грузинской мечте домыслы Всем ясно? Та самая пророссийская грузинская мечта делает тему возвращения оккупированных территорий фишкой своей предвыборной программы И Путин всячески подыгрывает карманному Иванишвили Ведь теперь они могут рассказывать избирателям, мол, смотрите, мы договорились, а Россия умывает руки из Абхазии Главное, типа виновников войны с грузинской стороны осудить Иванишвили назвал августовскую войну хорошо спланированной извне провокации И пообещал устроить грузинский нюрнерский процесс после выборов По его словам, грузинская сторона найдет в себе силы извиниться перед осетинами Когда зачинщики августовской войны будут наказаны И виновники разрушения грузинско-осетинской дружбы получат строгий правовой ответ И мы вообще не удивимся, если бункерное ничтожество решит впихнуть Абхазию обратно в Грузию Скажем, на правах широкой автономии Так, чтобы марионеточный режим сразу всю территорию контролировал У нас в народе говорят, скажи, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты Но с хотелками Кремля, как и с нынешней Грузией, кстати, всем все давно понятно Шокирует другое Просто взгляните, насколько цинично и беспардонно Москва кидает доверившихся ей людей Бегали десятки лет, чтобы на всех площадках о независимости Абхазии втирать Референдумы вспоминали Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии Но как только у Россиюшки грузинский интерес появился, абхазов мигом кинули и слили Забавно, что абхазы в ответ на такое отношение не промолчали, а показали рожки Открыв у себя выставку памяти, внимание, Шамиля Басаева Причем в музее, деньги на которые давала Россия И это мы сейчас вообще не пошутили В Государственном музее Абхазии появилась композиция, посвященная герою Абхазии, Басаеву Шамилю Салмановичу Стоит ли говорить, что выставка обернулась многочисленными инсультами самых скрепных патриотических мест? Фактически, с точки зрения закона, эта композиция является публичным оправданием терроризма А с морально-этической точки зрения, это кощунство и плевок в спину России Божечки, как же они там негодовали, как сурово тресли кулачками Получилось смешно, такой, знаете, неожиданный удар в спину и знатный переполох в кукаречной Политологи в Москве заговорили о расставании с республикой Если Абхазия – это полностью зависимая от РФ, якобы ее марионетка, то спрашивается А зачем нужны такие марионетки, если ее нельзя ни в чем и никак контролировать? Может отпустить на все четыре стороны, в смысле обратно в Грузию? Там научат родину любить Ну а если же говорить серьезно, то по большому счету все эти разборки русских и абхазов лично нам глубоко до печки А рассказываем мы это все только с одной целью Пример Абхазии должен быть перед глазами у каждого, кто решит поверить россиянам Они будут кричать братское сердце, будут улыбаться и врать, глядя в глаза Но как только их интерес изменится, вас мигом предадут И не важно, абхазы вы, осетины, грузины, украинцы или молдаване Важно, что для Кремля вы не люди А что-то вроде фишек для геополитических игр Фишек, от которых в удобный момент принято избавляться Больше восьми лет Они всеми силами разжигали ненависть О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим Мы обязаны быть там Но их план не сработал, ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби Нужна ваша поддержка Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале, а также на патреоне Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку Все будет Украина! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok